Всем привет, с вами Джет. В этом году в Teamfight Breakdown мы разобрали немало важных моментов. Битвы при численном превосходстве, расстановка чемпионов в бою, грамотное использование телепорта, выбор жертвы, степень опасности, эффекты контроля и, конечно, согласованность действий и верная тактика. В полуфинале Чемпионата мира 2016 SK Telecom T1 и ROX Tigers столкнулись не на жизнь, а на смерть. Давайте, вооружившись полученными знаниями, рассмотрим одну из битв Титанов. На 32-й минуте третьей игры ROX обошла SKT по золоту на 6000 и отправилась ломать верхнюю башню. Обратите внимание, как располагаются игроки. Сейчас ROX рискует. Эш на средней линии, Рамбл на нижней. К тому же они не уверены, что все враги наверху. Prey выпускает стрелу, надеясь обездвижить кого-нибудь из врагов, но промахивается. Для SKT это был стартовый свисток. Они поняли, что на верхней линии не все противники и завязывают бой. А теперь немножко поподробнее. Обратите внимание, что у ROX почти нет передовиков. Их козырь – умение контроля, а именно – гравитационное поле Виктора, зачарованная ледяная стрела Эш, уравнитель Рамбла и время умирать Мисс Фортуны. К несчастью для ROX, когда SKT решила атаковать, Виктор Кура уже использовал гравитационное поле, Prey успел промахнуться стрелой, а Рамбл… Рамбл просто далеко. ROX теперь практически беззащитна. Фейкер ускоряет Олафа Бленк диссонансом, и они тут же бросаются на самого опасного противника в пределах досягаемости – Кура. Бленк активирует Рагнарёк, чтобы Виктор не смог замедлить их скипетром Рилай. Кура откладывает скачок до последнего, пытаясь замедлить Кейтлин и Зайру лучом смерти, но получает слишком много урона. Бенк устраняет его с помощью главного козыря – первая кровь на руках SKT. Отмотаем видео и поговорим о телепортах. Чтобы отрезать ROX с пути к отступлению, Эко-Дюк телепортируется сразу после неудачного выстрела Prey. В этом бою он берет на себя роль передовика, оттесняя Горилла к Смэп, который тоже только что прилетел. Раз Смэп играет за Рамбла, а тому лучше не лезть на рожон, он правильно сделал, что телепортировался за союзников, особенно с учетом их отступления. Кура мертв, и оба игрока с верхней линии ввязались в бой. Посмотрим, как Рокс выкрутится из передряги. Лисин Пиннет отпрыгивает от Бленк, запускает звуковую волну в Дюк и наносит резонирующий удар. Дюк тратит абсолютное умение, в ответ Рокс пытается разбить строй SKT эффектами контроля. Смэп использует уравнитель против Бенк и Вулф, а Горилла – время умирать. Два умения с уроном по области. Фейкер и Бленк поднимаются чуть выше, а Бенк, Дюк и Вулф спускаются. Прей тоже решает вмешаться, и теперь на поле боя воцаряется хаос. Фейкер понимает, что у него есть возможность поразить троих игроков Рокс ударной волной. Рокс тоже не сидит сложа руки, а пытается устранить двух самых опасных противников – Фейкер и Бенк. Опасность чемпиона в целом зависит от того, с какой вероятностью он может вас убить, так? О выборе жертвы тоже нельзя забывать. Смысл в том, чтобы бить не просто ближайшего врага, но еще и самого опасного. Поэтому Смэп собирается атаковать Фейкер, а Пиннет идет в другую сторону, чтобы помочь Прей в бою против Бенк и Вулф. Как мы видим, Рокс не прогадала. Смэп избегает ударной волны Фейкер благодаря скачку, в то время как Пиннет спасается прыжком к тотему. У Горилла скачка нет, поэтому он погибает от абсолютного умения Фейкер. По другую сторону поля боя Пиннет добивает Вулф, но тот перед смертью бросает на Прей душащие терния и выводит врага из боя. СКТ в полном составе переключаются на Смэп, ведь он теперь самый опасный противник. На этом этапе битвы численное преимущество на стороне СКТ – четверо против двоих. Чтобы взять верх, Рокс придется показать идеальную игру и застать СКТ врасплох. Именно это и происходит. Пиннет и Прей отступают в кусты, пытаясь исчезнуть из поля зрения СКТ. Противники реагируют быстро и размещают в кустах три тотема. Передовики СКТ пытаются хоть как-то отгородить Прей от Бенк и в то же время нанести урон. А Рокс, в свою очередь, хочет сначала разобраться с самыми опасными соперниками, а потом уже добить остальных. Когда Бенк подходит к кустам, Пиннет поражает его звуковой волной. Прей тоже наносит немало урона вражеской троице, используя залп. Затем Прей делает очень рискованный шаг. Он скачком перемещается вперед, к трем врагам, и сразу атакует Бенк. Пиннет активирует резонирующий удар и, сообща с Прей, убивает Бенк. Сзади Фейкер накладывает на Бенк щит, усиливая союзника. Теперь СКТ берется за Пиннет, и у того срабатывает Ангел-Хранитель. Пиннет возродится через 4 секунды. Сейчас численный перевес на стороне СКТ, трое против одного. Но, к сожалению, СКТ действует несогласованно. Бенк наступает на Прей, а Дюк отходит назад, чтобы переждать стазис от Ангела-Хранителя. Бенк погибает, и у СКТ до возрождения Пиннет в живых остается 2 чемпиона. И вот, казалось бы, еще немного, и победа у СКТ в кармане. Но Фейкер уже приготовил шар Арианны, чтобы сразу после возрождения нанести урон Пиннет. Он думает, что Пиннет сделает пару шагов назад и чуть смещает шар в этом направлении. Пиннет же вместо этого идет вперед и выходит сухим из воды. Фейкер тоже свое дело знает. Звуковая волна проходит стороной. Пиннет совершает рывок защитника к Прей, и бой переходит в финальную стадию. Дюк отрезает Пиннет пути к отступлению параллельной конвергенцией, а Фейкер идет добивать Прей. Фейкер предвидит движение Прей и планирует убить врага комбинацией приказов к атаке и диссонансу. Вопреки ожиданиям, Прей подается вперед и Фейкер промахивается. Таким образом, Прей удалось не только избежать урона, но заодно дотянуться до врага и убить его. За оказанное содействие Пиннет получает уровень, и ему как раз хватает здоровья выстоять под натиском Дюк. Пиннет едва успевает увернуться от временного ключа и тут же контратакует звуковой волной. В схватку вмешивается Прей, и вместе игроки Рокс отвоевывают у Дюк победу. Да, боя мог уже не раз закончиться. Если бы Фейкер попал ударной волной в трех врагов, а не в одного, SKT с легкостью одержала бы победу. Опять же, если бы Рокс под конец действовала по-другому, игра бы закончилась со счетом 4-1 в пользу SKT. Наконец, если бы троица из Рокс Тайгерс не рискнула пойти в наступление без поддержки команды, SKT вовсе не стала бы затевать этот бой. В общем, нет слов. К несчастью для Рокс, победа в игре не стала решающей, и SKT удалось завершить серию со счетом 3-2 в свою пользу. Теперь их ждет финал чемпионата мира 2016. Рокс выбыла из битвы за Кубок Призывателей, но навсегда заслужила славу одной из лучших команд турнира. Что до SKT, им в третий раз предстоит побороться за звание чемпиона League of Legends, и в этом году их противником станет Samsung Galaxy. Субтитры создавал DimaTorzok